Матушка Елена Любимое слово Матушки Елены было «ответственность». Она не уставала повторять, что христианин должен быть ответственным за свои слова, за дела, за поступки, даже за мысли. И тогда, в конце концов, это ответственное, взрослое отношение к жизни превращается в служение. Идеалом такого служения для Матушки был святой благоверный князь Александр Невский. Ему она посвятила одну из самых вдохновенных своих статей, которая сначала была прочитана как лекция студентам Духовной Академии. Прошло почти 30 лет с тех пор, но и сейчас, когда с кем-нибудь из священников вспоминаешь Матушку Елену, они говорят «Да, я слышал ее лекцию об Александре Невском». Это было новое, живое слово. Глубина постижения подвига благоверного князя была дана Матушке за то, что она в какой-то мере повторила его подвиг. Она прожила в чуждом окружении большую часть своей жизни. В католичестве ей могла бы открыться широкая дорога, и монахиня-ученый с мировым именем наверняка обрела бы там широкую известность, славу. Но Матушка выбрала поклон перед ханом, поехала в Советский Союз, сдавала там для кандидатского минимума экзамен по марксизму-ленинизму, работала в советском вузе, вызывалась на собеседование в первый отдел. Точно так же, ради спасения Руси и веры православной, князю Александру приходилось отдавать дань иноверному завоевателю. Именно так мать Елена понимала смирение. Неопущенные глаза, темный платочек и смиреннословие. О принятии существующих условий жизни, обстоятельств, которые посылает Господь. И мудрое, ответственное поведение в той или иной ситуации, когда надо молчать, а когда говорить. Когда надо сражаться, а когда и поклониться Кесарю. Продолжение следует...